Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем делать рождественскую, новогоднюю проверку лайфхаков еды из ТикТока. Я выразилась странно, но я думаю, вы поняли, о чем сегодня будет речь. Не хочу тамить вас долгим вступлением, просто обязательно ставьте лайк на это видео, если вы хотите, чтобы 2020 год как можно скорее закончился, чтобы начался 2021, и чтобы вы могли вкусно кушать и вообще зашибись. Да. Я нашла очень легкие, очень простые и очень классные рецепты, и сейчас вместе с вами мы будем повторять, и также я расскажу вам про их нюансы, потому что то, что вы сегодня увидите, это реально клевые рецепты, которые обязательно можно попробовать приготовить как до Нового года, так и непосредственно на новогодний стол. Да, это даже не всратые рецепты и не проверка какого-то бреда из серии. Положим, давайте попкорн на плойку, 2 часа подождем, чтобы она попкорненько раскрылась, и таким образом повторим до бесконечности, пока как раз целый год и пройдет, и больше попкорн из плойки делает. Кстати, когда смотрите это видео до самого конца, обязательно напишите в комментарии, какой рецепт вам показался самым интересным, и что бы вы из этого хотели повторить. Ну и если, конечно же, вы что-то будете делать, обязательно отмечайте меня в Инстаграме, я буду смотреть ваши сторис и буду вас лайкать. Кстати, вот мой Инстаграм. Первый рецепт, который мы с вами будем проверять, это шоколадная елочка в слоеном тесте. Выглядит достаточно просто. Собственно, вот что нам понадобится. Берем пекарскую бумагу, кладем. Немножко посыпаем ее мукой. Желательно все при этом не засрать на кухне, но это уже акционально, в рецепте так не было сказано. Все еще не засираем кухню. Достаем наши слоены бездрожжевое тесто. Все еще не засираем кухню. Вау, смешно. Посыпаем сверху тоже мукой. Распределяем. Что? Как вы понимаете, мы берем скалку и раскатываем в форме овала. Но не раскатываем губу. Вот и не раскатывай на мою еду губу. Сравдое подобие овала у нас получилось. Ну, в принципе, знаете, вот у нее в ТикТоке тоже не такой уж и овальный овал. Теперь берем шоколадку. У меня какая-то веганская. Да, очевидно, этого шоколада хватит. Ну, если что, у меня есть еще всякие шоколадные капли, шоколадный какао. Есть какой-то еще один отдельный кусок шоколада. Там утром был кусок шоколада. Нет, я нашла дополнительный кусок шоколада. Пытаемся из трех жалких кусков шоколада сделать подобие елки. Раскладываем. Когда шоколадный у тебя очень мало. Ладно, это будет ступней. Это елка бомжа. Ну, знаете ли, настоящая каноничная моя елка. Ладно, у нас есть шоколадные штуки. Пусть будут шоколадные штуки. Ну вот. Теперь это хотя бы не так жалко выглядит. Все еще жалко, но уже не настолько. Самая ответственная часть. Нарезка. Потому что как нарезать это в великолепии, я пока еще не совсем понимаю. Ибо тут выглядит все странно. Ребят, кажется, ингредиент работает. Пока что все получается. Потому что поменьше ее сделать, эту штуку. Но непонятно, что это ступня. Потому что это не ступня. Знаете, вы можете пока сказать, что все нормально. Но самые внимательные, те, кто шарит на тему еды, понимают, в чем косяк был того, что я только что сделала. Ты знаешь, в чем был косяк? Понятия не имею. А, переложить, да? Да. Но, с другой стороны, я бы в теории даже не смогла бы это сделать, собрать там. Или смогла бы, я не знаю. Но нам нужно это теперь переложить туда. Ладно, ребят, ложная тревога, она переложилась. Да. Только я могла так сделать. Ну, хотя бы на эту штуку. На доску. Ужасно. Все мои руки в белке. Берем желточек. Вот такую вот штучку. Говорю так, как будто я профессионал. Хотя вы только что видели, что я сделаю с яйцами. И смазываем. Засыпаем пудрой. Прям реально, как будто у нас елка за желтухой, которая под снежком. А какой снежок, вопрос уже не ко мне. Ты знаешь, что в некоторых краях ты была бы снежком? Ребята, с каких краях я была бы снежком, пожалуйста, ответь, а то я не очень понимаю. Ой, как красиво. Музыкальный стук вышел из чата. Фу, там что-то сгорело. Дальше мы с вами будем повторять шоколадный мак-кейк. То есть пирожок, который будет сделан при помощи кружки и микроволновки. Ну, не то, чтобы кружка за вас все делала, но это достаточно простой рецепт. И для него нам понадобится... Далее все выглядит достаточно просто. Берем и перемешиваем эти рецепты в кружки и отправляем это в микроволновку. Ну, мне кажется, тут очень изи. Берем с вами микс для горячего шоколада. Но в моем случае это не микс для горячего шоколада, а микс типа для карамельного капучино. Но мне так кажется, будет даже лучше, потому что здесь есть кофе. А я кофе люблю. Полторы ложки кладете, если у вас вот такой вот микс. И кладете целиковую пачку, если у вас не микс, а вот такая вот одноразовая штука. Берем какую-нибудь вот такую вот маленькую порционную штучку. И в нее накладываем муку. Шоколадные термостатные капельки. Обращайте, когда такие штуки будете покупать, внимание на то, чтобы написано было именно термостабильные. Что это значит? Термостабильные сохраняют свою форму. Не термостабильные растворяются и превращаются в шоколадную глазурь. Добавляем масло. Но масло, естественно, нужно будет растопить, оно должно быть то пленым. Чтобы растопить масло, достаточно поставить его в микроволновку на режим размораживания. Размешиваем. Ставим в микроволновку на пару минут. Блин, как думаете, получится или не получится? Я специально сделала там какую-то жуткую кофейную смесь. Я надеюсь, что это будет вкусно. Но, в принципе, кофе с шоколадом это вкусно. Ждем. Выглядит менее секси, чем там. Но пахнет вкусно. Давайте продегустируем, ребят. Как вы думаете, вкусно это или нет? Это очень вкусно. Все, время подошло. Достаем наш пирожок. Ой, он уже подрумянился. Выглядит очень-очень красиво. Ну-ка, достаем. Ох, выглядит вообще потрясающе. Вы смотрите, какая красота. Эти звездочки так идеально дополняют. Это вообще просто. Выглядит, по-моему, вообще потрясающе. Интересно, каково на вкус. Я максимально одобряю. Это супер-мега просто. Я не знаю, что может быть проще, чем это. Но это очень эффектно и очень вкусно, ребят. Ох, лайфхаки сегодня отличные. Я нашла очень интересный и очень красивый рецепт. И, конечно же, естественно, очень простой. Потому что это именно то, что мы все с вами преследуем. И в этот раз это уже будет не сладкий рецепт. Но, тем не менее, достаточно десертный. Для этого нам понадобится любой сыр вот такого вот формата. У девушки видео он очень большой, но у нас как бы вообще дефицит с хорошим сыром. Поэтому я буду использовать такой маленький камамбер. И вот эти ингредиенты. Распаковываем наш камамбер. Делаем на нем вот такой вот решетчатый узор. Но нам не нужно делать это все слишком глубоко. Достаточно поверхностно. Теперь берем листики свежего розмарина. И по вот таким вот елочкам прям засовываем вот в эти вот дырки. Так, чтобы было симпатично. Перекладываем наш сыр в форму. Я использую вот такую вот небольшую жаропрочную формочку. Заливаем оливковым маслом. Добавляем немного меда. И перчим. Желательно, чтобы перец был не молотый, а в мельничке. Чтобы было структурно и чтобы выглядело симпатично. Также я добавлю немного красного мексиканского перца. С какими-то алхимиями. Чтобы выглядело еще более красиво. Ну это просто красота, ребят. Но выглядит очень топово. Ле-призен. Че? Закрываем фольгой. И отправляем в духовку минут на 7-10 в зависимости от размера вашего сыра. 180 градусов. Какий сырок. Когда я увидела вот этот рецепт. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Я поняла, что будет или слишком вкусно, потрясающе великолепно, и я просто умру, потому что я буду жрать это буквально 24 на 7, или это будет какая-то фигня, которая выглядит эстетично, но по факту фууууу. Давайте проверим скорее этот рецепт. Что нам понадобится? Да ничего особенного. Ставим кастрюльку на огонь. Добавляем на 2 большие брики это масло. Засыпаем все сахарочком. У них коричневый тростниковый сахар, но у меня закончился, поэтому буду использовать обычный белый. Огонь уменьшаем на самый минимум. И помешиваем. Берем наши крекеры и раскидываем их по форме. Глазно, чтобы они были одной сплошной формой, а не так, как я безалабренно накидала. Теперь берем нашу сливочно-сахарную смесь и заливаем вот это вот все. По возможности распределяем это все более-менее равномерно. И отправляем в духовку минуты на 3-4 при 180 градусах. Достаем наш сыр. Боже, надеюсь, он не умер, и там все по красоте будет сейчас. Ой, запахло прям приятно этим розмарином. Ждем 4 минуты, то бишь 1, 2, 3, 4 минуты. Так, стоп. О, блин, о, блин, о, блин. Оно, конечно, расплавилось. И выглядит оно очень топово. Давайте затестируем вместе с хлебом. Попробую. О, да. Да, походу, это будет просто убийство, как вкусно. Ребят. Не забудьте про что-то, чтобы вы только что увидели. Вот это запомните. Это лучшее. Это не иронично лучшее. Боже, как вкусно. Я сейчас умру. Попробую просто. Заканчиваем съемку, просто ешь. Ой. Вот что она мне дала, ребят. Как у меня у самой такой же кусок? Просто хлеб. Офигеть, да? Очень нежно и вкусно. Офигеть. Ох, как это тоже клево выглядит. Достаем. Блин, это выглядит. Сейчас я вам поближе покажу. Ребята, посмотрите. Походу, это реально будет очень вкусно. Боже мой, боже мой. Пока все это еще горячее, раскидываем на это капли, которые плавятся. И распределяем. Но что-то мне кажется, что этот рецепт не получится. Но это увлекательно. Если вы любите копаться в грязи, конечно. Хотя, наверное, может быть, даже что-то и получится. Зря я этот рецепт для начала недооценила. Но пахнет вкусно. Пахнет очень вкусно. И ждем, пока все это добро высохнет и остынет. И потом пробуем. Так, ребят, момент X. Вроде как акция идет по плану. Оно действительно разламывается. Эта фольга не очень-то и стабильная. Так, достаем. А, нет, ну мне все отвалилось. Ладно, съем так. Порядки? Это самое вкусное хрень, которое я ела из того, что я готовила. А я много чего готовила, не поверите. Боже мой. Я не рекомендую это никому готовить, честно. Потому что это настолько вкусно, что вы это все сожрете. А сколько здесь калорийности, я не знаю. А потом мы с вами будем снимать видео, как похудеть. Уменьшение. Уменьшение. Вот, имбирно-пряничный милкшейк. Выглядит достаточно элементарно. Конечно же, для этого нам понадобится... Как эта штука называется? Блендер? Миксер? Блендер. Соковыжималка? Нет. Правда. Рисоварка? Я не знаю. Вот эта штука, короче, нам понадобится, которая делает шейкер. Нам понадобится мороженка. Поэтому... Пойти шейкер. В каком мы году? Она в своем рецепте, ну или он, использует имбирно-пряничного человечка. Но я не нашла имбирно-пряничного человечка. Но я нашла имбирно-пряничные печенья. Это, по сути, одна и та же ерунда будет. Так что просто их добавляем. Ой, как они вкусно пахнут. Заливаем молоком. И она или он добавляет ванильный эстракт на... И еще раз, я хочу добавить кофе. У меня будет еще для рода кофейного милкшейка. Проверяем наш рождественский милкшейк. Специально нашла кружку с Новым годом, ребята. По запаху это должно быть очень вкусно. Это очень вкусно. Ну, это очень сладко. Для меня это супер-мега сладко, но вот тот, кто любит сладкое, очень сильно оцени. Попробуй. Ммм, это прекрасно. Это лучшее, что я ел. Пил. Это похоже на Starbucks имбирно-пряничное, только как, ну, фарпучино, типа, милкшейк получился. Ммм. Что ж, на моем канале еще очень много новогодних видео, например, распаковки адвент-календарей, всевозможные повторения рецептов, макияжи. Обязательно посмотрите вот этот вот плейлист, который я покажу вам. Вот здесь вот он будет прям вот, видите, вспыхнула штучка. И надеюсь, что мы с вами не прощаемся. Ну, или прощаемся. Если прощаемся, то пока. Пока.